Выставка «Шипы и лёд», посвященная 50-летию Шадринского спидвея, открылась в Краеведческом музее. Такое название она носит как раз потому, что мотоциклы для ледового спидвея отличают наличие шипов на колесах. Они чрезвычайно острые и любой контакт с ними опасен для гонщиков, поэтому просто необходима специальная экипировка – комбинезон, шлем и обувь. Как отмечают работники музея, впервые история Шадринского ледового спидвея представлена широкому кругу заинтересованных лиц. История шадринских мотогонок началась в далеком 1965 году. На соревнованиях различного уровня шадринские гонщики Евгений Тихий, Владимир Белоногов и Виктор Новоселов показали высокие результаты. Большой вклад в развитие мотоспорта в городе внесли Сергей Иванчиков и Сергей Шутов. Финансовую поддержку этого вида спорта взял на себя шадринский автоагрегатный завод. Сергей Шутов выразил надежду, что спидвей будет продолжать процветать. Он отметил, что молодым спортсменам есть на кого равняться. В этом все время проведется провести этап чемпионата мира по ледовому спидвине. Это вообще будет высшее достижение шадринского спидвине и всего города. Я думаю, что спорт этот не умрет, не зачахнет, а будет процветать. И люди заинтересованные еще будут подключаться кто-то, чтобы поддерживать этот спорт. Пришли на открытие молодые спортсмены и ветераны. Один из них, Владимир Александрович Белоногов, в этот день отметил свой день рождения. Он внес огромный вклад в развитие ледового спидвея. Это заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, воспитавший немало знаменитых гонщиков. Он отметил, что главная мечта ветеранов, которых осталось уже совсем мало, буквально шесть человек, чтобы этот вид спорта продолжал жить и чтобы всегда были люди, готовые развивать его. Владимир Александрович рад, что их дело продолжено. Он поблагодарил организаторов выставки за ее проведение и за то, что они вспомнили тех, кто стоял у истоков этого спорта. Наши ребята, Тюрин, Домятин, которые попали в сборную СССР, выходили служить в армию, в Москве служили. Ну и, соответственно, выступая там, добились хороших результатов и попали в сборную СССР. Сами пробились. Это даже отборки были очень тяжелые. Ну, пробились ребята. Валерий Перцев, который сейчас тренирует шадринских гонщиков, восемь раз участвовал в чемпионатах мира. Начал тренироваться в Шадринске в 1978 году. По его словам, получилось это случайно. Он пошел посмотреть, как тренируется его друг. Додавали мотоциклы тогда. Ну, это было, конечно, время выжить, заработать эти все мотоциклы. Сейчас этим легче. С середины 90-х годов начался новый подъем спидвея в Шадринске. Каждый год на ледовых дорожках стадиона «Торпедо» проходили полуфиналы личного чемпионата России, командные соревнования высшей лиги и юниорские чемпионаты. Знаменательным для истории шадринского спидвея стал 1995 год, когда в городе состоялся финал личного чемпионата России. Сейчас, благодаря трудам целого ряда заинтересованных людей, мы можем увидеть командные награды, фрагменты обмундирования и костюм гонщиков прошлого века, один из первых мотоциклов и современный, действующий, а также фотографии и документы прошлых лет, так или иначе связанные с шадринским спидвеем. В наше время молодые гонщики позволяют городу оставаться одним из центров российского спидвея. Пример тому президент Мотоциклетной Федерации Курганской области Артем Новик. Федерация появилась около года назад. По словам спортсмена, ее главная цель – популяризация мотоспорта в области. То есть, вот что мы сейчас и пытаемся показать молодежи, то, что было 50 лет назад, и что мы имеем в данный момент. То есть, что должно быть точно так же подрастать следующее поколение, чтобы, скажем, через некоторое время тоже была видна разница, как спорт в нашей области процветает. Молодой человек поблагодарил ветеранов, пришедших в музей. Как он рассказывает, это также было одной из главных целей – услышать рассказ о зарождении спидвея в Шадринске. В нашей области, я считаю, что как бы спидве – это спорт номер один. То есть, в принципе, таких достижений и таких воспитанников, к примеру, как Николай Красников, 19-кратный чемпион мира, такие действующие спортсмены мирового уровня, как Дмитрий Калтаков, также у нас воспитанные. Ну, из области настолько титуловых спортсменов, я думаю, что нету. Но, не знаю, по каким-то уже по финансам, скорее всего, обстоятельствам, по инициативным также обстоятельствам, только в Шадринске этот спорт всего у нас находится. В других городах области занимаются люди мотокроссом, но спидвея нет ни где, кроме города Шадринска, в Курганской области вообще, в принципе. Сейчас, тем не менее, не так много людей занимается спидвеем в нашем городе. Артем Новик считает, что это нормально, если на первую тренировку приходит 15 человек, а остается два. Кто-то уходит после первого падения, кто-то после травмы. Безусловно, чтобы заниматься этим спортом, нужно обладать рядом особых качеств. Ну, в первую очередь, человек должен быть трудолюбивым и старательным. То есть, вообще, в принципе, ледовый спидвей – это 80% времени, это работа с техникой. Фактически, гонка стоит из пяти заездов, которые каждый проходит по одной минуте. То есть, день гонки проходит за пять минут, два дня гонки – за десять минут. А работа с техникой реально на неделю – это следующее соревнование. То есть, если ты не трудолюбивый человек и нет тяги к технике, скажем, как говорится, если руки не подозаточены, как будто, ну, не получится ничего из человека в этом виде спорта. Главное предстоящее событие – этап чемпионата мира, который пройдет в Шадринске в этом году. Спортсмены уверены, что это вполне под силу нашему стадиону и организаторам. Артем Новик считает, что торпеда не уступает другим стадионам мира, а среди стадионов России его считают первым или вторым. Ожидается, что выставка «Шипы и лед» будет интересна гостям музея любого возраста. Она продолжит работу до 17 сентября.